Книга. Открытым оком. Тема. Рождение. Том 27. Вопрос. 3899. «Кто из единоверцев нападал на вас с самого начала? И изменилось ли теперь их отношение? Чем вызваны нападки?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Про всех не знаю, а вот про одно из самых распространенных писем напомню. Этот многократно перепечатанный ответ и в зарубежной прессе. Мой отзыв на это письмо частично публикую. Ответ на него в книге «К истинному православию» страницы 394-410. Причину нападок вижу только в одном – в нерождении свыше моих оппонентов. Они давят на исторический опыт, а я прошу этот опыт рассмотреть во свете Библии. Не нужно быть рабом времени, рабом истории, но быть рабом Христа. История Израиля тоже была из войн, благословений и катастроф. Но в конечном счете апостол Павел нашел, что этот опыт для нас, если мы будем идти как раз от обратного, а не в курсе подражания. Первое послание Коринфянам 10.6 «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы». Журнал «Возвращение». Номер первый, девятый, страница 41-50. «Не потерять бы потеряевку». Протеерей, Лев Лебедев, Курск. «Получил ваше письмо от 17 ноября 1995 года, где вы вновь просите меня дать отзыв на вашу очередную статью, а я говорю вам, любите друг друга. Вы и ранее присылали свои опубликованные работы об благовестии, о слове, о церковнославянском языке к великорусскому языку, с той же просьбой». И я уже имел случай в личном письме к вам засвидетельствовать, что основные идеи этих публикаций носят явно еретический, сектантский характер. И вот вы вновь сперва публикуете статью определенно сектантского, баптистко-пятидесятнического содержания, а потом просите меня дать ответ. Тем самым вы вынудили меня отозваться на эти публикации открытым письмом, чтобы оно могло дойти до ваших читателей, слушателей, учеников. Поскольку ваши взгляды вы решились публиковать широко и открыто, то было бы честно с вашей стороны самому представить вашим ученикам и мой ответ. Не будь вы в нашей церкви, я не тратил бы силы на разбор вашего учения, но вы заявляете себя верным сыном русской в скобочках восклицательный знак, православной церкви за границей. Публикуете в Фоксимиле благословение митрополита Виталия на самую широкую миссионерскую деятельность и фотографию, где вы сняты вместе с первоиерархом и епископом Иларионом, и под этой вывеской или оболочкой проповедуете идеи, совершенно чуждые, заведомо чуждые, православию и наипаче русскому. И далее маститый батюшка, как его нарицали его почитатели, пытается сделать разбор указанных моих публикаций, которые все есть в книге к истинному православию. Вы попросту говорите неправду. Вам хорошо известно, по учению святых отцов и по правилам православной церкви, клятва и присяга, установленные законом, то есть государю и в иных случаях, абсолютно, категорически и всегда благословляются и допускаются. Свидетельство сему весь исторический опыт русской православной церкви. Но в том-то все и дело, Игнатий Тихонович, что вы находитесь вне этого опыта. Вы не только мыслите вне русской истории и русской церкви. Вы этот исторический опыт сознательно отрицаете и объявляете ошибочным, что и привело, по вашему мнению, Россию и Русскую Церковь к катастрофе 1917 года. Как могло случиться, что вы, член русской восклицательный знак, православной восклицательный знак церкви, мыслите и живете душой вне всего исторического опыта этой церкви? Как могло случиться, что самыми злободневными темами для вашей миссионерской проповеди оказались перечисленные выше темы, которые являются классическим, набившим уже оскомину набором излюбленных тем, с которым разного рода еретики древности, богомилы, альбегойцы и сектанты последних времен, баптисты, пятидесятники, выступают против православия, и на который дано уже столько опровержений, что вся эта муть зеленая может приниматься лишь людьми, потерявшими всякое представление о православии. Вам дан от рождения очень сильный дар слова. Читая ваше обличение современного духовенства, я сам еще и еще раз содрогнулся сердцем при виде явного несоответствия того, кем я, как священник, должен быть и кем являюсь на самом деле. Спасибо вам за это. Многое в ваших сочинениях заслуживает признания и благодарности. Тем более обидно, что рядом с этим у вас соседствуют такие суждения и мысли, которые вызывают скорбь за вас, ваших учеников, и заслуживают решительного осуждения. Вам подавай только современный русский язык, так как он якобы понятен, а я говорю вам, что священное писание и богослужебные тексты на самом современном русском языке совершенно непонятны современным людям, ибо непонятен духовный смысл слова Божия, непонятна духовная логика богослужения и устава. Это все приходится сто раз разъяснять и объяснять. Обмерщенному, безрелигиозному состоянию современного русскоязычного населения соответствует и безрелигиозный язык, не способный выразить и малой доли того, что выражает церковнославянский, ибо последний – это язык религиозный в высшем смысле. Это великое и прекрасное достижение и сокровище церкви. Кирилл и Мефодий очистили язык от всего, что не может прикасаться к священному и божественному, создали из звуков и выражений славянской речи как раз ту систему буквеннословесных образов-знаков, с помощью которых люди могут непогрешительно общаться с Богом в молитве и воспринимать неискаженный смысл божественных и небесных истин и предметов. При этом воспринимать не только поверхностный смысл, но и духовно-таинственный, сокровенный, который, кстати сказать, совершенно пропадает при переводе на современный русский. Таким образом, церковнославянский язык никогда не был разговорным. На нем изначало никто не говорил, он сразу стал языком молитвы, языком церкви для славян. В этом смысле изъяты из общего употребления, обихода, как вы знаете. Священные сосуды и иные предметы церковные, богослужебные ризы духовенства, вся церковная символика, которая так же, как церковнославянский язык, кажутся непонятными современному сознанию. Непонятность именно кажущаяся. Грамотному человеку, как правило, достаточно 2-3 недели позаниматься, и он будет понимать очень много, самое главное. А вот учительное, изъяснительное, всего этого, в том числе и текстов Библии, читаемых за службами, должно вестись и всегда велось на доступном людям русском языке. Так что никакой проблемы понимания Священного Писания и богослужения не было и нет. Это надуманная проблема. Нет, не по причине непонятности церковнославянского языка идет на него атака всех еретических сил, а и стремление лишить русский народ Бога вдохновенного средства общения с Богом, постижения высших духовных истин и смыслов и той благодати Божией, которая подается через это средство. Только духовенству запрещается в воинском деле упражняться, поскольку невозможно служение двум начальствам, ибо кесарево кесареви, а Божие Богу. Апостольское правило 85. Значит, по апостольскому установлению служить кесарю в воинском звании, а это связано с поражением врагов на войне, для христианина вполне допустимо, также допустимо и даже необходимо приносить воинскую присягу или клятву верности, и любую иную узаконенную клятву современного отказника могут не понять. Можно понять и тех древних отказников, которые не желали служить императору-христоборцу, будучи им насильственно призываемы. Это все подвиги. Но в то же время и такими же подвигами считается и безропотное подчинение призыву и послушание начальству из желания соблюсти слова спасителя. «Не противься злому, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» Евангелие от Матфея 5, 38-41 и «отдавайте кесарева кесарю» Евангелие от Матфея по слову того же Афанасия в одних обстоятельствах благословляется, а в других запрещается и наоборот. Поэтому многие правила имеют исключение и по-разному в разных случаях применяются, чего вы никак не можете понять. Впрочем, Игнатий Тихонович, вы и не пытаетесь понять, ибо от еретических лжеучений взяли вы идею, которую выражаете так «С распятием Христа наступило тысячелетнее царство его на земле» Книга Откровения, 24 «И волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком» Книга Пророка Исаия, 11 глава «Не будут более учиться воевать» Книга Пророка Исаии, 2-4 Книга Пророка Михея, 4-3 «Но с распятием Христа и по сей день волк не живет с ягненком и люди не перестали воевать» Одно из двух или тысячелетнее царство Христа не наступило или вы его неправильно понимаете скорее последнее тогда одно из двух или не права искренне вся вселенская в том числе с 10 века и по 20 век вся русская православная церковь которая всегда в лице всех святых святителей первоиерархов многих преподобных а не только Сергия Радонежского благословляла православное воинство на битвы за веру царя и отечество составляла чины освящения оружия и воинских знамен одобряла ратную доблесть всех а не только Александра Невского призывала как в смутное время патриарх Гермоген и монашеское братье Троицко-Сергейской лавры русских людей с оружием в руках подняться на спасение церкви и Родины и так далее и тому подобное или вся церковь не права в этом или не прав Игнатий Тихонович Лапкин я считаю что слушаться мы будем церкви а не Лапкина отсюда и средство этого деяния оружие воспринималось не только утилитарно но и сакрально как нечто священное и по возможности всячески украшалось в христианских же народах а особенно в православном великорусском народе земное отечество всегда воспринималось как образ икона небесного отечества почему его и старались благоукрашать расширять и защищать до смерти в этом корень истинного духовного русского патриотизма господь повелел войскам князя пожарского идти на приступ 22 октября 1612 года и обещал победу матерь божья в страшное Батыево нашествие повелела святому воину Меркурию Смоленскому напасть на татар и драться с ними предсказав что и сам он будет убит ибо из любви к своим во Христе вы обязаны были защищать их вплоть до смертного поражения нападающего приняв на себя грех пролития крови если других способов избавиться нет не дано такая антиномичность не только в деле войны не поняли вы этого Игнатий Тихонович многого не поняли оттого и занесло вас в недопустимую крайность а крайность эта в свою очередь привела вас к отрицанию вообще всей русской истории и церкви не скажете ли вы почему большевикам пришлось с 1917 по 1945 годы половина жизни одного поколения для истории одночасье уничтожить физически до 80 миллионов русского народа то есть подавляющее и лучшее его большинство из них 90 с лишним процентов это все твердо верующее крестьянство и городское население если бы русский народ в большинстве не зная евангелия устремился к брошюркам лысого пигмея как вы выразились то зачем нужно было этому лысому пигмею и его последователям такой народ уничтожать с таким народом ничего не оставалось делать как только его убить потому что никакому перевоспитанию он не поддавался одновременно с 1917 года выращивался из отбросов и приспособленцев новый народ советский безбожный или крайне маловерный малодушный и скверный публикация православный благовест 1996 год номер 7 1 коринфянам 10 11 все это происходило с ними как образы а описано в наставлении нам достигшим последних веков евангелие от луки 13 3 и 5 нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнете кто печатал никитин уже умер отец лев тоже отошел в вечность когда перечитываю эту и подобные статьи то мне так и кажется что эти люди вовсе не молились богу не читали библию нельзя быть с такими деревянными мозгами пропитанными такой тупостью и упрямством что ну уж совсем ничего не понимать что произошло наворачивают слова как бы в бреду в каком-то окостенении не видя что все уже кончилось что никакого православия вокруг них нет а есть бред дельцов от религии выпивох и циников в рассуждениях отца льва ни прогляда вперед ни любви к слову божию ни ко христу уважения хотя бы как просто к порядочному человеку с таким остервенением топчут слова бога человека иисуса христа я я для того и отсылал материалы свои к нему чтобы он до конца вылез на бруствер в нем все православие по их мертвым книгам вся немощь и окостенение их духа овец своих они не знают и не любят там и любить некого потому что невозрожденные мертвецы вокруг это видел только один человек на весь исторический Израиль а остальные подпевали прошлым учителям своим вторая книга паралипоминон 18-16 тогда Михей сказал я видел сынов Израиля рассеянных по горам как овец у которых нет пастыря апостол Павел собрав в своей епархии попов и архиереев вывел будущую картину которая была как и нынешняя книга деяний 20-30 и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою стихотворение молчат гробницы мумии и кости лишь слову жизнь дана из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена и нет у нас иного достояния умейте же беречь хоть в меру сил в дни злобы и страдания наш дар бессмертный речь москва 1915 год иван бунин гт